Радио Ярсале Сначала о датах голосования. 19 сентября это, как я уже сказал, единый день, но выборы будут проходить не в один день. Какие назначены даты? Выборы будут проходить 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Это связано с тем, что достаточно сложная ситуация с ковид, и чтобы не было наплыва избирателей на избирательных участках, чтобы соблюдать все требования безопасности, законодатель решил развести потоки людей и провести голосование в течение трех дней. Но, в принципе, я могу выбрать любой из этих дней? Да, конечно, в любой день, когда вам удобно. Участки будут работать с 8 часов утра и до 8 часов вечера в течение всех трех дней. А если говорить об ограничениях, планируется ли введение еще ряда каких-то обязательных мер, которые будут обязательны для соблюдения избирателями? Во-первых, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Роспотребнадзором установлены обязательные требования к организации избирательного процесса, то есть соблюдение мер предосторожности как избирателями, так и членами избирательных комиссий. Все участковые избирательные комиссии будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, лицевые экраны. Для каждого избирателя также будет подготовлен набор средств индивидуальной защиты. Это маска, перчатки, индивидуальная ручка. Все участки будут обрабатываться антисептическими растворами в течение дня, проводится будет влажная уборка. Также будут разведены потоки входящих и выходящих избирателей, чтобы обеспечить все требования безопасности. Ну, то есть, в принципе, это будет сродни предыдущих выборов, которые были в прошлом году, то же самое. Также были разведены и потоки, и все средства. То есть, в принципе, люди увидят то же самое, по большому счету. Да, это третья компания, которую мы работаем в таких сложных условиях. И, в принципе, все тонкости отработаны. Люди к этому готовы. Ситуация под контролем, поэтому все будет так, как и в прошлый раз. Опять же говоря о способах голосования. Насколько я знаю, он есть не один. Какие будут на этих выборах? Ну, конечно же, основной способ – это голосование на избирательном участке по месту постоянной регистрации. Второй способ – это голосование по месту нахождения. И третий способ, который и ранее применялся – это голосование вне помещения избирательного участка, то есть на дому. На избирательном участке – это все понятно. Человек прописан, пришел и проголосовал на своем избирательном участке. По месту нахождения. Эту систему мы называем мобильный избиратель. То есть, любой избиратель сможет проголосовать на любом избирательном участке в зависимости от вида выборов. Если это выборы Государственной думы, то на любом участке в пределах Российской Федерации и выборы Тюменской областной думы – это любой участок на территории Тюменской области, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа и Янао. Ну и на местных выборах, конечно же, смогут проголосовать только граждане, имеющие постоянную прописку на территории района. Для того, чтобы проголосовать по месту нахождения, необходимо обратиться в территориальную избирательную комиссию МФЦ, либо на сайт Госуслуг со 2 августа, то есть мы уже начали прием заявлений, по 13 сентября и подать заявление о включении в список по месту нахождения, либо в участковую избирательную комиссию с 8 по 13 сентября. В этом случае избирателя несут в список на том участке, где он планирует находиться. Допустим, человек едет в отпуск, планирует находиться в городе Тюмень, он указывает свое предполагаемое местонахождение, комиссия подбирает участок, где ему будет удобнее проголосовать, либо он сам выбирает адрес этого участка, его вносят в список, автоматически система отправляет данные по месту его предполагаемого нахождения, и в день голосования, либо в дни голосования, когда ему будет удобно, он придет и проголосует там, где ему удобно. Ну, кроме этого, у нас еще есть голосование вне помещения, то есть на дому, что это тоже за вид голосования, и кто может им воспользоваться? Голосование вне помещения избирательного участка могут использовать те граждане, которые по уважительным причинам не смогут прийти на избирательный участок. Это либо болезнь, либо состояние здоровья, либо необходимость ухода за больными, за детьми, то есть человек по объективным причинам не сможет покинуть свой дом. В этом случае он сообщает либо лично, либо через своих представителей в участковую избирательную комиссию, либо в территориальную комиссию о том, что ему необходимо, чтобы избирательная комиссия приехала к нему домой, устно, либо написав заявление, указывает время, когда ему удобно будет проголосовать, и в указанное время члены участковой комиссии с переносным ящиком приедут к нему на дом. Голосование проводится с соблюдением всех требований безопасности, то есть также члены участковых комиссий будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Индивидуальный набор выдается каждому голосующему, то есть индивидуальный пакет, в который входит маска, перчатки, ручка, салфетка для обработки рук. Этот пакет передается в подъезде избирателю, он голосует дома у себя, и потом избирательные бюллетени передает членам комиссии или опускает в переносной ящик. А вот опять же, что касается голосования на дому, есть ли тоже какие-то определенные даты, когда человеку могут приехать? Есть ли, скажем, некий дедлайн, когда человеку уже будет поздно обращаться для того, чтобы к нему приехали? Голосование вне помещения будет проводиться с 17-18 числа с 8 до 8 и 19 сентября до 14.00 местного времени. То есть если человек до 2 не успел сообщить, то как бы все, его голос останется при нем? Да, кроме того, что он придет все-таки на избирательный участок. А досрочное голосование планируется ли в этом году? Если да, то как оно будет проходить? У нас очень большая группа избирателей, которые голосуют досрочно, учитывая, что это федеральная компания и принимают участие в ней граждане России, которые находятся на территории района. Две группы избирателей, которые обязательно будут голосовать досрочно. Первая группа – это наши коренные малочисленные народы Севера, которые ведут кочевой образ жизни. И с 29 августа у нас начнется досрочное голосование в Тундре. Пять участковых избирательных комиссий с использованием воздушного транспорта будут проводить голосование. Буквально на днях будет утвержден график проведения досрочного голосования. Маршруты уже разработаны, поэтому комиссии готовы. Кроме того, очень большая группа избирателей, находящихся на объектах ТЭК. Это вахтовики, которые работают на Новопортовском месторождении, в Сабете, Баваненково, Харасавея. И вот эта группа избирателей по численности больше, чем вся численность Емальского района. Ничего себе. Поэтому мы создаем пять дополнительных участковых комиссий, образованы пять дополнительных участков, где также будет проходить досрочное голосование. Это голосование с использованием уже автомобильного транспорта, потому что многие объекты расположены достаточно далеко от вахтовых поселков. Это и буровые, кустовые площадки, карьеры и так далее. То есть до 80 километров в день приходится проезжать членам комиссии для того, чтобы обеспечить право проголосовать гражданам России. То есть, я так понимаю, вы планируете проехать все места, где есть люди? Да. Какое самое дальнее место, куда вам удавалось забраться, ну вообще комиссии для досрочного голосования? Ну вообще это остров Белый. Это самая крайняя точка. Там кроме избирателей нас и мишки белые встречают, поэтому самая дальняя точка это остров Белый. Там постоянно находится всего четыре человека, но учитывая внимание государства к своим гражданам, каждую федеральную кампанию, мы туда летим, и нам там очень рады. А смогут ли проголосовать те, кто не имеет гражданства Российской Федерации? Ну, учитывая, что это выборы Государственной Думы, да, и государственных органов, то, конечно же, голосуют только граждане Российской Федерации. Единственное исключение составляют местные выборы. На них смогут принять участие граждане Киргизии, Туркменистана, так как есть государственное соглашение, в соответствии с которым граждане, которые зарегистрированы на территории района, смогут принять участие в выборе местных органов власти. На остальных выборах голосуют, конечно, только граждане России. А если человек просто не имеет прописки на территории РФ? Бывают и такие случаи, хотя они, в принципе, редкие. Избирательная комиссия автономного округа установлен перечень участков, на которых смогут проголосовать такие граждане. На территории района это все избирательные участки в поселках, да, у нас по одному их в каждом поселке. В Ярселе это избирательный участок номер 1303, это школа. Так что эта категория граждан тоже сможет реализовать свое избирательное право. А если человек имеет только временную регистрацию, то? Если человек имеет временную регистрацию и зарегистрирован до 16 июня на территории Ямальского района, он сможет подать заявление о включении в список по месту нахождения, то есть на территории Ямальского района, и проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы. К сожалению, на выборах депутатов Тюменской областной думы и выборах депутатов Думы Ямальского района такой гражданин не сможет участвовать в выборах. Ну, в принципе, я думаю, это все основные вопросы, на которые хотелось бы услышать ответы. Спасибо, Светлана Владимировна, что рассказали о том, как будет проходить выборная кампания. Естественно, вам успешной, легкой подготовки, ну и чтобы все прошло гладко и без сучка, и без задоринки. Спасибо большое. Я напомню, что мы уже ведем прием заявлений о включении в список по месту нахождения, поэтому добро пожаловать в территориальную избирательную комиссию. По любым вопросам мы также сможем вам ответить по телефонам горячей линии. Вся информация находится у нас на официальном сайте ТИК Ямала. Ждем вас и спасибо. Ну, а на этом наш выпуск подошел к концу. С вами был Василий Крылов и Радио Ярсель. До скорых встреч. Радио Ярселя